Ладно, всем привет! Я Никита Липский. Сегодня поговорим про верификатор javabyte кода. Как-то я делал один доклад для студенческой аудитории под названием «GVM. Краткий курс общей анатомии», где я, в частности, рассказывал про верификатор и давал там одну задачку. Кстати, кто был, может быть, кто-нибудь видел этот доклад про анатомию JVM? Ну вот кто видел этот доклад, там я давал задачку, я ее сегодня тоже дам, и просьба, зная знающих ответ, не отвечать на нее. Но, к сожалению, среди студентов мне никто не смог дать правильный ответ на эту задачу. И потом, общаясь со взрослыми разработчиками, я вдруг обнаружил, что не все взрослые разработчики тоже понимают, как работает верификатор байт кода. Кстати, у нас там у Excel-свера есть квиз, где в последнем есть такой тоже задачка на верификатор байт кода. Сегодня, послушав эту лекцию, вы поймете правильный ответ этой задачки. Ну так вот, почему уже про верификатор байт кода не так много все знают? Потому что, вообще говоря, вы, конечно, в интернете можете найти много всяких подробностей, как работает JIT, GC, но вряд ли вы найдете внятное упоминание про верификатор байт кода, кроме моей сейчас лекции, которая там в интернете тоже есть. Но, тем не менее, есть такой интересный факт, что ни про JIT, ни про GC вы не найдете упоминаний в спецификации виртуальной Java-машины. Спецификацией виртуальной Java-машины очень строго определено семантика каждой байт кодной инструкции, но будет ли эти инструкции интерпретироваться, либо компилироваться в машинный код, это не дело спецификации. И да, в принципе, виртуальная Java-машина вообще может не собирать мусор, это разрешено спецификацией. Но, тем не менее, другая часть виртуальной Java-машины, Java-байт код-верификатор, обязан присутствовать в любой виртуальной Java-машине, и его поведение очень строго определено спецификацией. В результате две разные JVM, если у них разные верификаторы, должны на тот же самый байт код выдать абсолютно одинаковый результат, верифицированный он или нет. И в результате чего верификатор байт кода пишется в каждой JVM один раз, и потом про него забывается до появления новых байт кодных инструкций в очередной версии Java. И сейчас, наверное, найдется от силы из-за этого 10 человек в мире, которые когда-либо писали верификаторы. Ну, я один из таких людей, который когда-либо писал верификатор. Ну, немножко про себя. Я работаю над проектом Excel-ServeJet. Это такая JVM. Отличительной особенностью которой является наличие head-of-time компилятора. То есть компилятора, который порождает машинный код до исполнения. В результате вы получаете обычные исполняемые файлы. Ну, и работал я над этим проектом с самого начала. Очень долго, много чего делал. Меня можете найти в Твиттере. И у нас не так давно появился блок технический, где мы всякие интересные статьи технического плана, в том числе про JVM, рассказываем. Так что можете его почитать. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Вначале я подробно расскажу, как и когда работает верификатор JavaByte кода. После чего мы рассмотрим, какую он миссию внутри JVM несет. Может ли он замедлить исполнение программы, старт и так далее. И потом посмотрим, что бы было, если бы не было верификатора. Почему опасно его отключать. Ну, и в конце перейдем к более практической плоскости. То есть, как знание о том, как работает верификатор, вам поможет для прождения байт-кода во время исполнения. Ну, а кстати, вначале я хочу быстренько рассказать про то, как Java class file выглядит изнутри. Кстати, кто когда-либо смотрел внутрь класса файла? Ну, достаточно много. Ну, для тех, кто не смотрел внутрь, некоторые вводные информации. Итак, класс файл внутри выглядит примерно следующим образом. То есть, вначале там идет некоторый так называемый constant pool. Это константы простых до сложных. Потом идет его имя, модификаторы, описание его суперклассов, суперинтерфейсов, поля, методы. И любая дополнительная информация задается атрибутами, например, аннотацией. У полей и методов тоже могут быть некоторые атрибуты. Ну, и главный атрибут метода — это, собственно, код, Java bytecode. Это такой байт-код некоторой абстрактной стековой машины, где каждая инструкция Java bytecoda берет свои аргументы со стекой и кладет результат обратно на стек. Ну, и еще Java bytecode может работать с локальными переменными данного метода. Ну, и теперь перейдем по простенькому байт-коду, попробуем его поинтерпретировать. Вот слева у нас, собственно, Java bytecode, а справа, вот сверху, это регистр локальных переменных, это просто массив некоторых значений, а снизу стек. Вот инструкция iload3 возьмет из регистра локальных переменных под слотом 3 значение 2 и сложит его на стек. Инструкция bpush5 возьмет константу 5 и тоже положит на стек. Инструкция add возьмет два значения со стека, их сложит и положит результат обратно на стек. Ну, и вот таким вот образом мы можем проинтерпретировать данный байт-код. Ну, и теперь мы можем перейти к той самой задачке. Она стилизована в виде игры «Кто хочет стать миллионером?». Итак, у нас есть вот такой вот простенький байт-код. Вначале мы пушаем константу 2 дважды, потом ее складываем 2 плюс 2 и возвращаемся назад. И, внимание, вопрос, что произойдет при исполнении этого байт-кода? Вариант А – программа зациклится, вариант Б – verify error, вариант С – stack overflow error, вариант Д – не будет исполняться. Итак, кто за вариант А? О, есть люди, окей. Кто за вариант Б? Ну, логично же, что мы про верификатор говорим. Кто за вариант С? Прекрасно. И кто за вариант Д? Что, не кто за вариант Д? А, вот человек. Почему? В нулевом стэк пустой, конечно же. А? Ну, в данном случае вы видите, iAdd складывает. Давайте я объясню, почему, например, здесь программа действительно не может зациклиться. Чтобы, как мы видим, вначале у нас стэк пустой в действительности, да? Потом мы дважды пушим константу 2 на стэк, их складываем, и результат мы положим обратно на стэк. И мы назад уже переносим не пустой стэк. И не сложно видеть, что стэк у нас растет. И логично предположить, что рано или поздно он переполнится и произойдет стэк overflow error. Однако, вот эта вот ситуация, что вначале у нас стэк пустой, а назад мы его переносим не пустым, она ошибочна с точки зрения верификатора. Поэтому верификатор выкинет в этом случае verify error. Но, тем не менее, правильный вариант действительно D. Этот байткод не будет исполняться. Да, вот вы, может, кто может догадаться, почему? Yes. И вам полагается мальчика. А, да, да. Ну, если верификатор отключен, мы как раз, про это будет ответ в конце моего доклада. И я вам покажу, что произойдет, если верификатор отключить для конкретно данного байткода. Но вообще, чтобы понять, почему вариант D правильный, нам нужно понять, собственно, когда работает верификатор в жизненном цикле класса. Сейчас я все объясню. Все очень, мы тот самый. Вообще, прежде чем какой-либо байткод какого-либо метода в класс-файле может исполняться, сам класс должен пройти внутри GVM некоторые стадии. Они в GVM спецификации называются загрузка, линковка и инициализация. Их часто объединяет просто в загрузку, хотя формально загрузка это только первая стадия. Во время загрузки читается класс-файл, проверяется на корректность формата этого класс-файла. И сразу создается для класс-файла рантайм-представление некоторой специальной области памяти GVM, метаспейсии. И во время загрузки класса сразу грузятся его суперклассы и суперинтерфейсы. Если суперклассы и суперинтерфейсы загрузились, значит и сам класс считается загруженным. Если нет, то он считается незагруженным. На стадии линковки мы верифицируем байт-код, про это мы сегодня будем подробно говорить. Потом происходит подготовка, это фактически выделение памяти под статические поля класса и заполнение их начальными значениями. Ну и само слово линковка означает, что мы наш класс линкуем с какими-то другими классами. Что это значит? Что у нас класс может ссылаться на какие-то другие классы, например, использовать его для объявления полей, либо использовать его методы, либо поля. И вот на уровне класс-файла все эти ссылки сохраняются в виде символьных ссылок. И во время исполнения эти символьные ссылки могут разрешаться на реальные значения. И GVM может разрешать эти символьные ссылки либо лениво, то есть тогда, когда они реально требуются, либо энергично. То есть разрешаются все ссылки, какие возможны, сразу на загрузке класса. В хедспоте используется ленивое разрешение, у нас в нашей реализации энергичное разрешение. И прежде чем какой-либо метод класса может исполниться, должна произойти его статическая инициализация, то есть вызов его статического инициализатора. И вот на все эти стадии по спецификации GVM наложено следующее ограничение, что, во-первых, класс должен быть полностью загружен, прежде чем слинкован. Дальше класс должен быть полностью проверифицирован и подготовлен, прежде чем пронициализирован. И ошибки разрешения ссылок должны происходить только тогда, когда ссылка реально требуется. То есть в принципе GVM может разрешать ссылки энергично, но ошибки разрешения ссылок должны происходить тогда, как будто бы GVM разрешала их лениво. Из следующего слайда видно, что стадия разрешения ссылок не привязана к GVM к какому-то конкретному моменту. По факту она происходит на стадии загрузки для поиска суперклассов и суперинтерфейсов. Она происходит и во время верификации, и инициализации, и даже во время исполнения тоже может происходить. И таким образом, но тем не менее, другая стадия линковки класса, верификация по спецификации обязана происходить до какого-либо исполнения какого-либо байт-кода метода. А значит, правильный ответ на наш вопрос, так как этот байт-код действительно неверифицируемый, верификация происходит до исполнения какого-либо байт-кода метода, значит, правильный ответ D, этот байт-код не будет исполняться, если вы, конечно, не отключите верификатор. Ну да, тут есть такая немножко, такая заманушка небольшая. Ну, ответ же не случайно, да. Ну, на этот момент у многих возникает такое недоверие. Ну, действительно, ну, вообще байт-код может быть довольно сложным. Например, и как, например, верификатор байт-кода может понять, что в каждой инструкции стэк определенной глубины, не исполняя его. Один даже человек мне сказал, что вы что там в своей GVM, что ли, умеете решать проблему основного программы? Ну, и чтобы понять, что нам не нужно решать подобные неразрешимые проблемы, нам нужно понять, а, собственно, а как работает верификатор Java байт-кода? Вообще верификация Java байт-кода разделена на две стадии. На так называемую проверку статических ограничений, проверку структурных ограничений. Проверка статических ограничений — это то, что можно проверить класс-файли сразу же. То есть, например, что байт-код не пустый, короче, 64 килобайт, что все инструкции идут одна за другой, что переходы внутри байт-кода корректны, ну и так далее. И во время проверки статических ограничений она делается за два прохода. Сначала просто мы строим массив инструкций, и потом мы проверяем, что все переходы внутри байт-кода корректны. На выходе мы получим некоторый control-flow graph байт-кода метода. Структурные же ограничения, они более сложные. Это, например, тот факт, что глубина стека в каждой инструкции должна быть строго определенной величины, причем она должна быть определенной величины для любого пути исполнения внутри данного байт-кода. И что, например, при исполнении любой инструкции не должна нарушиться типовая совместимость по присваиванию. К примеру, если вы записываете некоторое значение в некоторое поле, то тип значения должно быть совместимо по присваиванию с типом поля. И это должно выполняться для любого исполнения инструкции, которая записывает это значение в поле. Как вы могли заметить, структурные ограничения оперируют термином для любого пути исполнения. Однако верификация байт-кода должна происходить до исполнения его байт-кода. Возникает вопрос, а как такое вообще возможно? Ну и ответ простой. С помощью так называемого статического потокового анализа. Вообще статический потоковый анализ его иногда дают в некоторых университетских курсах, таких как теория схем программ, теория программирования. Кто-нибудь когда-нибудь проходил статический потоковый анализ в университете? Хорошо. Соответственно, тогда я вам сейчас расскажу немножко про него. Статический потоковый анализ – это рабочая лошадка для компиляторов. То есть с помощью статического потокового анализа могут делаться многие оптимизации внутри компилятора, такие как, например, протяжка констант, удаление избыточности и так далее. И также статический потоковый анализ используется для верификации JavaBite кода. Ну и, соответственно, чтобы понять, как он работает, нам нужно какие-то теоретические основы статического потокового анализа дать. И я сначала дам несколько примеров на эту тему. Вот, допустим, у нас есть некоторая программа на некотором языке, где типов есть, но их не обязательно задавать для локальных переменных. Java 10 мы можем так будет писать уже на Java. Но раз типы есть, нам нужно уже эти типы как-то вывести. То есть нам нужно знать все равно типы переменных A и B. И нам здесь как раз помогает потоковый анализ. Вот в середине у нас есть так называемый потоковый граф этой программы. И мы этот потоковый граф анализируем следующим образом. Вначале мы знаем, что тип ноды newT это T. А значит, тип переменной A тоже T. Ну и следующим шагом мы вычисляем, что тип переменной B тоже T. То есть вот таким вот образом мы, обойдя наш потоковый граф, вычислили типы переменных как и A, так и B. И вот на таком простом примере уже можно видеть, с чем вообще говоря имеет дело потоковый анализ. Он имеет дело с некоторым потоковым графом, с некоторыми пометками или фактами, которые он вычисляет, и с некоторыми фактами, которые он знает в начале. В данном случае мы знали тип T, ноды T, newT. И все наши факты текут от вершины к вершине. Ну вот на таком простом примере мы можем уже делать какие-то полезные вещи. Вот, к примеру, у нас есть такая задача, что у нас такая программа, где у нас для переменной A тип не задан, а для переменной B он задан. В этом случае нам нужно проверить, что тип переменной B совместим по присваиванию с типом переменной A. Для этого нам нужно сначала вычислить тип переменной A и потом проверить, что T совместим по присваиванию с T2. И если это так, то все хорошо, а если нет, то нам нужно выдать какую-то ошибку. Следующий пример показывает, что вот эти вот факты, которые мы вычисляем, они могут протекать через вершины в потоковом графе каким-то нетривиальным способом. То есть в данном случае у нас есть нода, которая кастует переменную A в T2, и в этом случае через эту ноду тип T не пройдет, а дальше пойдет уже тип T2. И мы вычислим, что тип B это T2. То есть тип T через переменную, через эту ноду не прошел. То есть могут стечь как-то наши свойства нетривиальным способом. Следующий пример показывает, что у нас потоковый граф может быть несколько сложнее. У нас тут есть некоторые условия. И по одному у нас присваивается T1, T2. И в этом случае, когда мы будем гонять наш потоковый анализ, мы увидим, что по одному бранчу у нас пришел переменную A T1, а по другому бранчу у нас пришел переменную A T2. И в этом случае нам нужно найти какой-то общий тип для T1 и T2, чтобы вычислить тип переменной A. А как мы это будем делать, я скоро расскажу. Ну и следующий пример показывает, что у нас control-flow граф вообще может быть очень сложным. Там могут быть, кроме условий, какие-то циклы. И вот, к примеру, из этого примера видно, что нам уже недостаточно пройти по потоковому графу один раз, чтобы вычислить типы переменной A и B. Типы A, A и B зависят друг от друга, и нам нужно как минимум два раза прокрутиться по потоковому графу, чтобы определить типы переменной A и B. Ну и таким образом на этих простых примерах вы уже можете видеть, с чем вообще имеет дело потоковый анализ. Он имеет дело с некоторым потоковым графом, с некоторыми пометками на вершинах. То есть свойства, которые мы вычисляем для нашего потокового графа. У нас есть некоторые известные факты в начале. Свойства у нас текут от вершины к вершине, и свойства преобразуются на входе вершины и сливаются с уже имеющимися вершины. Ну и вот на это все. Накручена некоторая математика. Я честно хотел... Меня ревьюеры просили ее удалить. Я, честно, пытался это сделать, но не смог, потому что некоторые дальнейшие мои рассуждения опираются на некоторые теоретические основы математические. Поэтому я вам очень кратко сейчас теоретические основы статического потокового анализа расскажу. Парашют 5-7 минут буквально потерпеть. Итак, вот эти вот свойства, которые мы вычисляем, должны принадлежать некоторой алгебраической системе, под которой называется полурешетка. Это множество элементов операции пересечения на нем, где операция пересечения должна обладать свойствами самопримитивности, коммунитивности и ассоциативности. И операция пересечения у нас индуцирует некоторый частичный порядок на множестве. Вот по таким правилам. Вообще полурешетку удобно себе мыслить в виде множеств, где частичный порядок задается просто операцией вложения одного множества в другое. Операция пересечения — это просто пересечение двух множеств. И, как мы видим, порядок у нас действительно частичный, то есть множество а и b с друг другом несравнимы, но, тем не менее, их пересечение сравнимо и с а и с b. Ну и в потоковом анализе мы будем вычислять, мы будем с помощью алгоритма вычислять, искать решение, задачи. Этот алгоритм должен сойтись, поэтому мы там имеем дело не с любыми решетками, а с ограниченными решетками, у которых все цепи обрываются, и есть некоторая константа, ограничивающая все длины цепей. И вот эта константа называется высотой полурешетки. Также туда в нашу полурешетку для статического анализа вводятся такие элементы, как наименьший элемент и наибольший элемент. И да, в компиляторах чаще всего в качестве полурешеток или даже просто решеток берутся множество, но для задачи верификации байт-кода используется другая полурешетка под названием полурешетка иерархии классов. Выглядит она следующим образом. Операция в частичный порядок у нас задается на элементах просто отношением наследования одного класса к другому. И операция пересечения это просто... А, да, наименьший элемент это у нас JavaLangObject, наибольший элемент это NULL, который может присваиваться в референс типу, в переменные любого референс типа. И пересечение двух типов это ближайший общий порядок двух классов. То есть для B и C это A, для D и E это, соответственно, у нас C, для B и E это A, ну и для B и G только JavaLangObject. Ну, кстати, интересно, что любую полурешетку на самом деле можно представить вот в таком графическом виде, но для иерархии классов она естественным образом представляется. И да, вот я говорил, что у нас на... свойства могут течь через вершины нетривиальным способом, и, опять же, чтобы тот алгоритм, в котором мы будем находить решение, мог сойтись, все эти преобразования, которые происходят со свойствами вершины, должны принадлежать так называемому пространству монотонных функций по очевидному определению. И среди этого пространства монотонных функций есть такой подкласс под названием дистрибутивных функций. Это такие функции, где f от x, пересеченное с y, дает f от x, пересеченное с f от y. Они очень хорошие, я скоро расскажу, почему. Ну вот, например, пример дистрибутивной функции, например, является cast. Трудно видеть, что как бы мы через вершину с cast проносили бы пересечение двух типов, либо сначала проносили бы один тип, а потом другой тип, но бы на выходе все равно получили тот же самый результат, но бы все равно получили тип t. И в потоковом анализе хочется найти такое решение, что мы, начиная с некоторой начальной разметки, двигаемся по нашему потоковому графу, по всем путям его внутри потокового графа и пересекаем свойства, преобразуем свойства на входах и пересекаем их дальше. И мы хотим для каждой вершины в нашем потоковом графе найти такое значение. Ну и так как множество путей в графе может быть бесконечным, а мы хотим найти вот это решение за конечное число шагов, возникает вопрос, как это делать. И делается это с помощью следующего алгоритма. Берется некоторое, определяется некоторое элементарное действие, которое мы действуем на нашем потоковом графе, применяем. Допустим, вот у нас есть некоторая вершина внутри потокового графа. У нее есть некоторый преобразователь свойств на входе, некоторая пометка, и у другой вершины тоже есть пометка. И чтобы получить следующее состояние нашего потокового графа, нам нужно взять значение из вершины V1, пометку его перенести, в вершину V2. Для этого нам нужно его сначала применить, преобразователь свойств на входе в вершину, пересечь с тем, что уже получилось, с тем, что уже было у вершины. И таким образом мы получим некоторое следующее состояние нашего потокового графа. И если мы будем применять это элементарное действие нашему потоковому графу итеративно, несколько раз, то в какой-то момент мы получим достижимую разметку, то есть придем к какому-то состоянию, которое мы можем достичь. И вот то состояние потокового графа, которое не меняется после применения нашего элементарного действия, называется стационарной разметкой или неподвижной точкой. И вот от этого свойства в неподвижной точке есть интересные свойства. У этого решения неподвижной точки есть интересные свойства, что, во-первых, этот алгоритм, который мы применяем потоковому графу, сходится для любой задачи потокового анализа. Как бы мы не обходили, то есть потоковый граф, в каком порядке бы мы не обходили, мы всегда получим один и тот же результат. И свойства, которые мы вычислим в конце, они будут всегда выполняться. То есть мы не получим некорректных каких-то результатов. Не совсем понял вопрос? Да, да, да. Да, да, да. Еще набор свойств, да. А, вот такого быть не может, именно потому что мы выбрали полурешетку ограниченную. Так не может быть, потому что у нас все преобразователи монотонны. То есть из-за монотонности всех преобразователей, которые специально для нашей задачи зациклиться в принципе алгоритм не может. То есть это просто теорема, которая доказывается. А из-за того, что решетка ограничена, он не зацикливается в том смысле, что не происходит этот алгоритм бесконечно долго. То есть он за конечное число шагов обязательно сойдется и у нас получится некоторая неподвижная точка. Есть такой интересный факт, что если у нас все преобразователи дистрибутивны, то мы найдем точное решение нашей задачи. То есть это означает, что есть такой подкласс задач потокового анализа, где мы можем найти точное решение за конечное число шагов, не исполняя программу. Ну, для произвольных... Ну, в общем, это все, для чего я, собственно, вам все эти значки показывал. Пойдемте теперь дальше. Теперь поговорим все-таки про верификатор байт-кода. Итак, вообще спецификация байт-кода определяет два вида верификатора, и один из них, который существует с первой версии Java, называется верификатор байт-кода методом вывода типов. Это вообще, говорят, как раз классический потоковый анализатор, где потоковый граф это просто управляющий граф байт-кода метода, решетка свойств это множество стеклапфрейм, которые я сейчас расскажу, что это такое, и преобразователи свойств там определены для каждой инструкции байт-кода согласно их семантике. Вот что такое стеклапфрейм? Это свойство, которое мы вычисляем для каждой инструкции байт-кода метода, которое состоит из стека, это глубина и типы значений на стеке, не сами значения, а типы значений на стеке, и локальный переменный, то есть тоже типы локальных переменных, регистре локальных переменных. И вот такое свойство мы хотим вычислить для каждой инструкции байт-кода. Ну, давайте попробуем какой-нибудь поверифицировать, собственно, какой-нибудь байт-код. Вот у нас есть байт-код для такого простого метода, который складывает два аргумента и возвращает значение. Вот он так выглядит, слева он так вот выглядит, а справа у нас, собственно, есть тот самый stack map frame, который мы будем вычислять. Вначале у нас известно, что в регистре локальных переменных лежат типы аргументов метода, в данном случае это два int, и stack у нас всегда вначале пустой. Инструкция iload0 проверит, что у нас в нулевом слоте лежит тип int. Это int означает. И если бы там, например, лежал не int, а float, например, первый параметр у нас был бы не int, то верификация бы сразу завершилась, байт-код был бы помечен неверифицируемым. Но там у нас лежит int, поэтому эта инструкция промодифицирует наш stack map frame следующим образом, что положит на наш stack тип int на верхушку. То же самое произойдет с инструкцией iload1. Инструкция iadd проверит, что у нас на стеке лежат два int и положит обратно результат int на stack. Инструкция ireturn проверит, что у нас на стеке лежит опять же int, iadd опять же int. И, как мы видим, мы вот за один проход по нашему байт-коду смогли проверить, что он верифицирует, не исполняя его совершенно. Но из этого простого примера вы уже могли заметить, что каждая инструкция байт-кода определяет некоторый преобразователь свойств. Вот из-за stack map frame в stack map frame. Но из этого примера не видно, для чего там, где происходит пересечение свойств, которые я вам рассказал. Ну, пересечение свойств, оно может происходить в так называемых merge point, то есть точках, где куда может управление прийти из двух разных мест. И давайте вот рассмотрим такой байт-код, в котором такая merge point такой существует. То есть мы в данном случае по условию возвращаем либо первый, либо второй аргумент метода. Давайте его тоже попробуем проверифицировать. В boolean в байт-коде стираются до intов, соответственно iload.0 загрузит первый нулевой аргумент метода. effect проверит, что там действительно int. И вот мы подальше от инструкции effect мы должны раскопировать наш stack map frame по двум путям. В четвертый узел и восьмой узел. В четвертом узеле мы должны загрузить на stack тип первого аргумента, это a. И далее в инструкции go to 9 мы должны этот stack map frame перенести в инструкцию iReturn. И далее мы можем пойти на второй бранч нашего if, то есть в инструкцию 8. В данном случае мы кладем на stack тип переменной второй локальной переменной это b. И дальше нам нужно этот stack map frame тоже перенести в инструкцию iReturn. aReturn, точнее. Но там уже есть stack map frame. В этом случае нам как раз нужно эти два stack map frame пересечь друг друга. Это мы будем делать у этих stack map frame все совпадает кроме верхушки стека. Верхушку стека мы как раз будем пересекать с помощью поиска ближайшего общего предка этих двух классов. Это у нас класс c. Значит мы вычислим что stack map frame в этой точке будет вот таким образом на верхушке будет c. инструкция iReturn проверит что тип возвращаемого значения совместим при ссовании с тем что лежит на верхушке стека это c. И таким образом мы получили опять же за один проход по байткоду этого метода мы смогли доказать что он верифицируемый. Ну давайте теперь поверифицируем неверифицируемый байткод. Далеко ходить не надо я вам в самом начале давал пример неверифицируемого байткода. Вот для него control flow graph для этого байткода и давайте из всех свойств нашего stack map frame будем вычислять ровно одно то есть глубину стека. Итак у нас в начале метода глубина стека всегда 0 инструкция bigpush положит увеличит его на единичку второй еще на единичку add 2 черкнет 1 положит и вот теперь мы должны вот этот стек не пустой перенести в инструкцию 0 но там уже есть некоторый stack map frame у которого глубина стека 0 и нам в этом случае нужно пересечь два stack map frame но сделать это мы его не можем потому что высота стека там разная соответственно мы тоже закончимся уже в данном случае с verify мы пометим этот байт код неверифицируемым мы сделали это почти за один проход без исполнения этой программы ну и как вы видели из этих всех примеров что у нас в действительности каждая инструкция байт кода определяет некоторые преобразователи свойства stack map frame а stack map frame и есть такой факт что все эти преобразователи для всех байт кодных инструкций они дистрибутивны а это означает что верификатор нам стоит точное решение задачи верификации за конечное время без исполнения байт кода но возникает вопрос хорошо окей а за какое время вообще если оценивать сложность алгоритма поиска неподвижной точки то он ограничен понятно количеством вершин в потоковом графе также он ограничен количеством обратных дух то есть циклов в графе и высотой нашей полурешетки то есть для Java byte кода это означает что вот этот самый алгоритм он у нас оперативный по потоковому графу и количество итераций которые мы должны провести внутри потокового анализатора оно зависит от количества циклов количество локальных переменных глубины стек операндов и иерархии классов вот три последних это на высоту решетки влияет ну и в результате если у нас есть всего два цикла два локала глубина стека 2 и высота иерархии классов 2 в принципе до 16 раз мы можем прокрутиться в нашем верификаторе и возникает вопрос а не дорого ли это потому что вообще говоря верификация байт кода происходит во время исполнения программы и начиная с версии Java 6 решили что да дорого и в спецификации версии Java 6 появляется новый тип верификатора который носит название верификация байт кода методом проверки типов его основная идея это как раз ускорить верификатор байт кода методом вывода типов но как его можно ускорить тут приходит на ум такая идея а что если мы знаем ту самую неподвижную точку решения верификатора метода вывода типов знаем и в этом случае нам всего лишь за один проход по нашему потоковому графу достаточно проверить что неподвижная точка действительно неподвижная то есть не меняется после применения всех преобразователей свойств инструкции и сказано сделано и в Java байт коде начиная с версии 6 может быть у байт кода привязан атрибут под названием stack map table из Java 7 этот атрибут у Java байт кода обязан быть stack map table это собственно просто список тех самых stack map frame и stack map frame есть для каждой начальной инструкции байт кода кроме первой потому что первый stack map frame однозначно вычисляется из сигнатуры метода и таким образом в type checking verifier работает следующим образом он начиная для каждого линейного участка он может начиная с stack map frame который у меня есть для начала вычислить недостающие stack map frame сверху вниз и далее он должен проверить что если мы переносим stack map frame из какой-то последней инструкции линейного участка в следующий то при переносе при пересечении с тем что уже есть следующая инструкция у нас не должна поменяться stack map frame в той инструкции то есть мы проверяем что неподвижная точка действительно неподвижная в результате всего лишь за один проход по байткоду мы можем проверить что он верифицируемый что он корректный и это довольно сильно ускорило верификатор ну это в общем все что я хотел рассказать про теоретические основы верификации давайте теперь поговорим о какую собственно миссию байткод верификатор несет внутри gvm и для этого давайте попробуем ответить на такие наводящие вопросы что может ли верификатор байткода замедлить исполнение может ли он замедлить старт чтобы было если бы его не было если бы его отключить что будет если его отключить начнем с первого вопроса может ли верификатор байткода замедлить исполнение вопрос некорректный потому что возникает вопрос о исполнении собственно чего давайте разберем три разных случая исполнение байткода какого-то конкретного метода исполнение горячего кода программы исполнение всей программы может ли верификатор замедлить исполнение байткода метода как вы думаете Нет, да, верно Так как байт-код верификатора до исполнения байт-кода То он по дизайну его замедлить не может Ответ нет Может ли он замедлить исполнение программы? Конечно, да Так верификатор работает во время загрузки класса Загрузка класса работает во время исполнения программы То есть вообще говоря, ответ да Ну да, конечно, это часть программы Я к чему, да Но вообще говоря, да Если мы говорим по производительности Java приложений Нас интересует не любое исполнение Не любого кода внутри нашей программы А именно исполнение горячего кода Потому что оно исполняется 99% вашего времени И если мы зададим вопрос А может ли верификатор байт-кода замедлить исполнение горячего кода? То ответ какой? Нет, да Действительно, потому что во время исполнения горячего кода Все классы, с которыми он работает Были загружены, пока код был холодным А значит, опять же, по дизайну Верификатор байт-кода в принципе Не может сказаться на производительность вашего приложения Ну, у нас кроме просто производительности Есть еще такая метрика, как старт программы Да Да, 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 это хороший вопрос Есть контрпример, да Что можно генерить код, который будет горячий Тогда верификатор будет тоже иметь значение Ну, давайте поговорим про старт Может ли верификатор байт-кода замедлить старт? Ну, конечно, да Потому что он работает во время, опять же, загрузки классов Большинство классов у нас грузится во время старта программы И вообще говоря, конечно, он вносит некоторый оверхед Но замедлиться старт может Но давайте проверим на практике, как он в реальности замедляет этот старт Я взял два больших приложения Eclipse IDE И померил им старт с включенным верификатором и с выключенным верификатором Причем померил старт двух типов Один старт — это так называемый холодный старт То есть когда вы после перезагрузки, грубо говоря, операционной системы В первый раз грузите свое приложение И теплый старт, если вы закрыли приложение и открыли его заново Как видно из этих графиков, холодный и теплый старт — это принципиально два разных старта Те, которые жалуются на медленный старт Java, как правило, жалуются именно на холодный старт При этом те, которые его меряют, как правило, меряют в теплый старт Да, и если мы посмотрим, как влияет верификатор на холодный старт То вот Eclipse последний стартует у меня на машине где-то порядка 40 секунд И меньше секунды… Стартует он чуть меньше, чем на секунду меньше Ну, там 39 с небольшим Если верификатор отключить То есть вот так вот он, да И в теплом старте у нас тот же самый абсолютный оверхед, что и в холодном старте на верификатор То есть от верификатора, то есть константный оверхед где-то 0,7-0,8 миллисекунд То есть если посмотреть на идею, то холодный старт у нее несколько хуже, чем у Eclipse В прошлом году он был еще хуже, но за год они поработали Теплый старт у них в два раза они за год разогнали Но холодный тоже чуть-чуть разогнали Он стартует порядка 80 секунд и опять где-то верификатор работает около секунды И в теплом старте тоже, то есть 6 секунд и 5,2 секунды где-то с отключенным верификатором То есть из этих графиков можно сделать вывод, что да Да, верификатор вносит некоторый оверхед на стартап, но для холодного старта он просто незаметен Для теплого старта он более заметен, но все равно не так, чтобы очень сильно он влиял Если вас действительно интересует время старта ваших приложений Время старта ваших приложений я вам рекомендую использовать JVM с Ahead of Time компиляторами У которых старт может быть реально быстрее 2-3 раза, чем на обычный JVM Пойдемте дальше Давайте теперь подумаем, а что было бы, если бы не было верификатора В этом случае, чтобы обеспечить безопасность исполнения, пришлось бы вставлять некоторые проверки во время исполнения Что, например, для инструкции, работающей со стеком, проверять, что стек не пуст и не переполнится И также нам пришлось бы проверять типовую совместимость во время исполнения То есть, например, чтобы сложить 2 числа, нам пришлось бы проверять, что на стеке лежат 2 числа Но это бы эффективно превратило бы Java в что-то наподобие JavaScript Собственно, JavaScript виртуальной машины этим всем и занимается То есть, Java программы бы работали сильно медленнее Но в действительности, из-за наличия верификатора, не интерпретатор Интерпретатор, например, не проверяет выхода за пределы стеков Типовую совместимость, если ему надо сложить 2 числа, он просто их берет и складывает И JIT компилятор тоже такие проверки не вставляет в машинный код В результате можно сделать вывод, что наличие верификатора Это, вообще говоря, первопричина, почему JVM исполняет Java программы быстро То есть, без него было бы гораздо хуже Ну, а теперь, собственно, вопрос, а что будет, если отключить верификатор У нас есть тот самый предначальный пример Я взял бы байт-код для этого верификатора Для того самого примера и запустил его с отключенным верификатором Ну и получил вот такой вот развал JVM Как вы видите, действительно в этом случае случается стековерфлоу-эрор Но JVM этого явно не ожидало То есть, вообще говоря, отключение верификатора может спровоцировать к развалам JVM Что в свою очередь открывает потенциальные дыры безопасности К примеру, если злоумышленник знает, что вы отключаете верификатор на проге Знает стеком технологии, которой вы пользуетесь Что в каком-то из этих стеков есть баг, который порождает неверифицируемый байт-код С помощью определенных запросов к вашему серверу Он может повалить JVM Заинжектить туда какой-нибудь свой код И ура! Все получить, все, что ему интересно про вас Из этого можно сделать вывод, что наличие верификатора Делает исполнение байт-кода не только эффективным, но и безопасным Ну и напоследок я хочу поговорить о некоторых практических аспектах того, что я сегодня рассказал Для чего вам еще рассказал сегодня про верификатор? Ну, во-первых, я про него вам рассказал, чтобы вы его никогда не отключали Я надеюсь, я вас сегодня смог убедить, что отключение верификатора не имеет никакого практического смысла Но, тем не менее, принести некоторый вред может Но, кроме того, знание того, как работает верификатор байт-кода Может вам приходиться в другой практической задаче Как известно, JVM может грузить байт-код на Litu И есть задача, где вы можете хотеть порождать этот Java байт-код И в этом случае знание, как работает верификатор, может пригодиться И для этого есть, для порождения байт-кода на Litu есть библиотеки Их условно можно разделить на два класса Низкоуровневые и высокоуровневые Низкоуровневыми библиотеками вы имейте дело с байт-кодными инструкциями А высокоуровневыми вы порождаете класс файлы, задавая семантику просто Java программой И самая древняя библиотека для порождения байт-код называется BSEL Но в последнее время повсеместно заменяет такая библиотека под названием ASMA Она даже входит внутрь JDK сейчас Правда, переименованными пакетами И да, с помощью библиотеки ASMA Она позволяет вам полностью контролировать содержимое выходных классов байт-кода В результате она на низкого уровня Вы работаете непосредственно с инструкциями байт-кода В результате, например, так выглядит порождение байт-кода Для самого первого примера, который я сегодня говорил То есть вы реально имитаете нужные байт-кодные инструкции С помощью Java кода Но в результате вам нужно для порождения этого байт-кода Знать семантику, во-первых, байт-кодных инструкций Во-вторых, вам довольно легко породить неверифицируемый байт-код И здесь вам как раз могут потребоваться знания, как работает верификатор Почему вам выдали этот байт-код, что он неверифицируемый И да, если вы порождаете, например, модифицируете байт-код последних версий То вам также нужно уметь модифицировать или как-то вычислять stackmap-table атрибут Потому что если его не будет для Java 7, то завершится все с рефаерер сразу И ASM это умение делать сам Может вычислять этот stackmap-table атрибут Он для того, чтобы его учиться, запускает тот же самый потоковый анализатор фактически Но вы можете его задать руками, этот stackmap-table атрибут С помощью бюлитеки ASM это может потребоваться для того, чтобы порождать байт-код быстрее Потому что потоковый анализ довольно дорого крутить Ну вот еще есть такая классическая проблема Что некоторые старые библиотеки, манипулирующие байт-кодом, не умеют вычислять stackmap-table атрибут В результате вы можете при их использовании получить ошибку, что нету stackmap-фрейма на каком-то пути И чтобы решить эту задачу, в принципе, можно было бы отключить type-checking verifier В этом случае бы работал type-inference verifier И развала бы GVM не случилось Но, к сожалению, старый верификатор ничего не знает про invoke-dynamic Type-inference verifier Вы просто этой инструкции не научили Но инструкция invoke-dynamic сейчас используется для порождения лямбд И у вас тогда, если вы модифицируете байт-код, который лямбда использует Случится verifier error при использовании лямбд Что тоже не есть good И единственное, чтобы полечить эту проблему Единственное, что я знаю, это не используются просто в старой библиотеке Байт-коды сейчас у всех популярных старой библиотек есть новые версии Надо просто переходить на новые версии Ну, а если используете ASM, то вам нужно уметь вычислять stackmap-frame самим Или можете вычислять его с помощью ASM Ну и дальше у меня есть еще небольшой примерчик Самый последний такой на закуску Давайте попробуем теперь какой-нибудь Java-байт-код помодифицировать реально Сейчас я покажу То есть мы будем модифицировать байт-код классического Hello World Который просто выдает HelloJ-break Будем мы модифицировать байт-код этого метода с помощью библиотеки ASM Ну, чтобы его модифицировать, нам нужно задать Java-агент Который выглядит вот таким вот образом Да, и вот мы его в командной строке должны задать Java-агент И у этого Java-агента есть Мы задаем ему некоторый класс-трансформер Класс-трансформер, то есть это У него Java-агент будет вызывать тогда в этом случае На каждую загрузку класса метод transform Который берет некоторый байт-код Оригинальный байт-код класса Класс-файл берет в виде байтового представления И наш трансформер может Его как-то промодифицировать и вернуть Некоторый другой массив байт Но мы будем Модифицировать не любой байт-код Не всех То есть это зовется на загрузку каждого класса Но мы будем Только модифицировать класс Наш Hello World Для остальных мы просто будем говорить Что мы не хотим ее ревизицировать Нам нужно вернуть в этом случае Ну И будем модифицировать байт-код С помощью библиотеки Asm То есть мы будем читать Класс с помощью класса Ридера И тут же его писать с помощью Класс-файлера И будем модифицировать его С помощью такого классика Класс-визитор Который Переопределим которому Метод visit method Который собственно будет Брать Прочитанный наш байт-код И мы можем его На лету модифицировать И давайте мы Опять же будем модифицировать Байт-код не всех методов Класса Hello World А только вот нашего мейна Ну и давайте вставим какую-нибудь Какую-нибудь Инструкцию сюда И проверим Что произойдет в этом случае Инструкция nop ничего не делает Поэтому сейчас мы по идее Должны запустить У нас все должно Заработать Если у нас nop Ставится он ничего не делает Вначале мы должны забилдать Агент Он забилдался Потом мы запустили наше приложение Он все еще говорит HelloJbreak Ну давайте теперь попробуем Этот байт-код нашего метода Как-нибудь поломать То есть вызвать тот самый VerifyError Давайте вместо инструкции nop Ставим инструкцию pop Которая будет счеркивать С верхушки стека что-нибудь А так вначале у нас метода Стек пустой То мы должны получить С тот же самый VerifyError Давайте попробуем его получить Бам-барабам Ура! Мы действительно получили В этом случае VerifyError То есть мы действительно Не можем Сделать pop От пустого стека Здесь мы Несмотря на то что Мы модифицируем Байт-код Последней версии Из-за того что У HelloWorld Только один линейный участок StackMapFrame StackMapTable Атрибут Для него не генерится А значит Что если мы Например Захотим в наш Байт-код Вставить какой-то Другой линейный участок То нам нужно будет StackMapTable Атрибут Как-то вычислить Либо Либо случится VerifyError Вот давайте попробуем Вставить какой-нибудь Линейный участок Сюда Второй линейный участок То есть мы вставим Некоторый if Вот инструкция if Которая в общем-то Ничего не делает А просто переходит Сразу На следующую Инструкцию То есть На Исполнение Того самого HelloWorld В печати HelloJbreak На экран Но в этом случае У нас появляется Второй линейный участок Если мы Запустим Модификацию Этого Байт-кода То мы Из-за того что у нас StackMapTable Трибута нет То верификатор Не сможет его Проверифицировать Потому что Как раз он Выдаст нам Ту самую Ошибку Что Вот В инструкции Где мы Пытались что-то Напечатать У нас не хватает Того самого StackMapFrame И как Эту проблему Можно Полечить Нужно Всего Лишь Сказать Асму А вычисли Пожалуйста Нам Все StackMapFrame Вычисли Нам StackMapTable Атрибут Если мы Теперь Запустим Этот наш Пример То он Опять Скажет Jbreak Ура В общем-то Это весь Пример Который Я хотел Вам Показать И у нас Собственно Нужно Теперь Все что У нас Осталось Это подвести Итоги Итак Сегодня Вы узнали Сегодня С моей точки зрения Верификатор Байткода Это незаслуженная Обделенная Вниманием Часть GVM При этом Это Первая причина Почему GVM Исполняет Программы Быстро Практически На уровне Низкоуровневых Языков Потому что Там все типы Сохраняются Байткод Верификатора Сохраняются Все типы При этом Верификатор Гарантирует Безопасность Исполнения И отключать Верификатор Не имеет Никакого Практического Смысла Ну а Зная Как работает Верификатор Легко Порождать Байткод То есть Вы будете Знать Почему Вам Говорят Что Байткод Спасибо Спасибо за доклад Очень интересно А вот тот факт Что мы можем Порождать Классы Во время Исполнения Оно разве Не ломает Математику В плане Сходимости Бесконечное Число Нет Байткод Его Каждая инструкция Очень строго Определена Все В результате Все стекмофреймы Которые модифицируются Они Все Все преобразования Которые могут Случиться Они все Дистрибутивны Дистрибутивны И В результате У тебя В принципе Этот алгоритм Всегда сходится И дает Всегда точный результат Не только монотонный Но еще дистрибутивный И сама решетка Которую мы выбрали Она ограничена То есть У нас Количество классов Ограничено Иерархия Высота Иерархии классов У нас ограничена Количество локальных Переменных ограничено И с тек Мы знаем Всегда задается Потому что Мы генерим Новый класс Мы же Про Верификацию Байткода Конкретного метода Говорим Для Верификации Байткода Конкретного метода У нас Мы Запускаем Анализатор Только на Какой-то Конкретный метод И соответственно Для него У нас Все Все хорошо Все преобразователи Дистрибутивны Решетка Ограничена Все хорошо Все сходится Спасибо Обмануть его нельзя Например Еще бывает Такой вопрос Почему С помощью StakeMapTable Нельзя Обмануть Верификатор То есть Записать ему Какой-нибудь StakeMapTable Который На самом деле Некорректный Верификатор Попадумает Что байткод Верифицируемый А если бы мы его TypeInference Верификатор Провернули бы Он был бы Неверифицируемый Вот это Опять же Не может случиться Из-за Свойства Неподвижной Точки То есть Неподвижная Точка Она Единственна И если Мы применив TypeInference Верификатор Получили какое-то Другое состояние Это сразу Верификатор То есть Теоретически Невозможно Поломать Верификатор С помощью Некорректного Записывания И туда StackMapTable А? Отлично Есть еще вопросы? Ну Наверное На вопрос Вы сможете ответить Еще в дискуссионной Зоне номер 2 Если у кого-то Будут они Да Я сейчас Подойду туда Отключусь И подойду